Доброго времени суток, друзья! С вами Леонид Тручков. И в этом видеоуроке мы с вами научимся проводить анализ востребованности выбранной ниши. Что нам для этого будет необходимо? Во-первых, нам будет необходим сервис статистики ключевых слов от Яндекса. Wordstat Яндекс. Что же такое востребованность? Востребованность – это потребность рынка, заинтересованность людей в каком-либо товаре, работе или услуге. Итак, перейдем к сервису статистики ключевых слов Яндекса. В адресной строке браузера указываете вот этот адрес. И мы с вами находимся в сервисе статистики ключевых слов. Итак, к примеру, мы с вами решили проанализировать нишу по автомобилям. Вбиваем ключевое слово, жмем кнопку «Подобрать». Что мы с вами видим? Мы с вами видим следующую картину. По запросу автомобилей за один месяц было показано 5 890 219 раз. О чем это говорит? Это говорит о том, что данный поисковый запрос очень высокочастотный. А значит, в этой нише наблюдается очень высокая конкуренция. К тому же это очень широкая ниша. Поэтому нам необходимо ее сузить. Каким образом это можно сделать? Мы смотрим по списку следующие ключевые слова и выбираем, что нам больше подходит. К примеру, мы хотим заниматься или писать о ремонте автомобилей. Итак, спускаемся вниз по списку и видим, что есть ключевой запрос «Ремонт автомобилей». Его частота 155 953 показа в месяц. Это уже более узкая ниша. Чтобы выяснить, какие запросы связаны со словом «Ремонт автомобилей», мы просто по нему щелкаем мышью. Так, мы с вами получили список уже более узкой тематики. Итак, со словом «Ремонт автомобилей» показываются эксплуатации «Ремонт автомобиля», «Руководство по ремонту автомобиля», «Ремонт автомобилей скачать» и так далее. То есть, чем ниже по списку мы опускаемся, тем низкочастотные запросы нам будут попадаться. То есть, это в принципе хорошо. Мы потом будем писать статьи в наш блог, именно используя вот эти ключевые запросы. То есть, это уже тематики наших будущих статей. Так, чтобы нам все это не забыть, я рекомендую данный список поисковой выдачи скопировать в какой-нибудь текстовый файл. Можно даже в Microsoft Word. Выделяем, копируем это все в буфер обмена и вставляем в Microsoft Word. Вставили. Вот наша с вами табличка. И обязательно мы ее сохраняем в себе на жесткий диск компьютера. Вернемся обратно к сервису статистики ключевых слов от Яндекса. Следующее, что нам еще необходимо посмотреть, это регион. То есть, мы можем отбирать целевую аудиторию в зависимости от региона. Итак, если у нас ничего не выбрано, то берется в целом весь мир. Но здесь мы можем, к примеру, отобрать запросы, сделанные только из России. И даже по федеральным округам. Можно взять страны СНГ, какие нас интересуют, Европу, ну и так далее. Думаю, с этим все понятно. Следующий момент. Мы можем смотреть ключевые слова по регионам и по месяцам. Ну а также по неделям. Итак, выберем, к примеру, по месяцам. Нам система автоматически построит график. Что мы видим с вами на этом графике? На этом графике мы с вами видим частоту запросов в зависимости от месяца. Смотрим. К концу 2010 года частота запросов данного слова падала. Затем к весне начинала расти. Примерно где-то до середины апреля. К лету опять наблюдается понижение. Итак, друзья, мы с вами разобрали, как пользоваться сервисом WorldStat Яндекс для анализа востребованности выбранной ниши. В следующем видео уроке мы с вами посмотрим, как определить напряженность в выбранной нише. Я желаю вам удачи и до встречи в следующем выпуске видео уроков. С вами был Леонид Тручков. С вами был Леонид Тручков.